Современные подходы к результатам математического образования. Осирий Иванович Семенов, академик РАН и РАУ, и лидер, безусловно, математического образования нашей страны. Вам слово. Спасибо большое. Название даже немножко уточнилось по сравнению с предварительной программой, как часто у нас бывает на марафоне, и это, конечно, хорошо, потому что всякий рок должен быть хорошо подготовленной импровизацией. И я буду говорить о такой идее, вообще несколько иного отношения к тому, что такое результаты. Ну, ясно, что мы учим ребенка для какого-то результата. Первое. Второе. Ясно, что в последних всяких документах, штандартах, инструкциях министерства, так называемой новой системе оплаты труда, подышевом финансировании и так далее, говорится, что мы должны, конечно, обращать внимание на результаты. Но вот как на них обращать внимание, это вопрос. Ну, и возникает история с рейтингами, что мы считаем, сколько в школе, там, не знаю, 90 бальников, каких она олимпиадников приготовила, все это складываем, умножаем, не считаем даже много детей в школе или мало, и вот получаем рейтинги и дальше с ними работаем. Ну, в этом есть некоторый смысл. Конечно, школа должна стремиться, чтобы те дети, которые в ней пришли, они бы получали хорошие отметки, ну, неважно, там, ЕГЭ или какая-нибудь другая процедура, независимая школа, объективная и так далее. Но ясно, что большинство детей, они по математике вовсе не станут олимпиадниками, не получат 90 баллов на ЕГЭ, а тем не менее мы хотим их хорошо учить на некоторый результат. Ну, и уже не видно за этот результат, кто и почему нам заплатит. Ну, и поэтому вот сама по себе исходная постановка, что мы учим ради результата, она оказывается, ну, такое отчасти фиктивное или демагогическое. Ну, как, к сожалению, многие другие положения системы образования, современной педагогики и так далее. Это очень большая проблема, нам в том числе, как вот видно из предыдущего, организационное, финансовое, политическое и так далее. Как можно начать хвалить школы и учителя, где очень много троечников, или вообще все троечники. Но если бы они учились в другой школе, они были бы там двоечниками. Ну, вот это одна из проблем, которая стоит на самом деле в любой стране мира, и в том числе в такой сложной и тонкой области, как математика. Ну, одна из тонкостей и сложностей здесь состоит в том, что в других предметах полезно, конечно, учить их последовательно, систематически, от корки до корки. Но все-таки тот или иной период, скажем, истории, или тот или иной континент географии не очень сильно зависит от того, какой континент вы перед этим изучили, или что вы проходили в другой период истории другой страны. Ну, вот в математике там часто оказывается не так, что следующие результаты опираются на предыдущий результат. И возникает идея, которая здесь обозначена на экране, словом, результативное образование. Когда мы пытаемся говорить не о затратах, не о том, сколько часов получил учитель. Ну, можно сказать, что за это он получает свою там постоянную, стабильную, фиксированную, минимальную зарплату. Ну, а говорим действительно о том, что получилось. И не в терминах материала, которые прошли, может быть, прошли мимо там или как-то иначе, а действительно об измеримых результатах. И о результатах, которые понятны ученику и учителю, и ученик понимает, к чему он стремится, понимает, что будет, он уверен в этом, ну, может не получиться, но все-таки он верит в то, что в какой-то момент он будет знать это, 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 уметь делать то-то, то-то, то-то и так далее. И здесь в каком-то смысле мы приходим к тому, что результат это сегодня прежде всего, ну, то, что говорим мы, деятельностный, а не знаниевый. То, что выученная наизусть формула или геометрическая теорема не так уж и много стоит. Если ты понимаешь, о чем идет речь, то ты сможешь с помощью интернета или справочника, или учебника найти необходимое математическое знание, которое тебе поможет с этой проблемой справиться. А вот если ты не понимаешь, чего искать, то тут уж тебе никакое выученное наизусть знание не поможет. Ну, вот, то есть речь идет о некоторой культуре в какой-то степени альтернативной. Когда ты начинаешь не разбираться, то все выглядит довольно привычно. Ну, да, конечно, вот нужно уметь складывать дроби. Но вот то, что именно нужно уметь складывать дроби, а не просто произнести, чтобы сложить дроби, надо. Вот это и есть то изменение, о котором сегодня происходит и в российском образовании, и во всем мировом. Ну, вот, если говорить о результатах, то прежде всего нужно говорить, конечно, о целях образования. Причем эти цели, они расположены, как правило, не внутри образования, а могут формулироваться даже в образовательных целях, но расположены вне школы. Ну, и чтобы говорить о целях образования, на самом деле нужно понять, что происходит с математикой в жизни, вне школы, а для этого полезно понять, что происходит в жизни вообще. И вот то, что происходит в жизни вообще, я вчера об этом уже говорил на дне учителя информатики и физики, это происходит революция. Происходит она очень быстро, заметно во время жизни нас самих, и эта революция соизмерима, как мне и многим другим кажется, по масштабам с другими революциями, связанными с работой человека с информацией, с революцией появления речи, когда стала возможность передать что-то от одного человека к другому, что-то ему рассказать, сообщить, предложить, потребовать, узнать от него. А с письменностью, которая позволила уже не только непосредственно передавать информацию, но и ее сохранять, в том числе для ученика. И вот сегодня речь идет о том, что в широком смысле можно называть искусственным интеллектом, и это на самом деле математическая революция. И началась она не в 21 веке, как часто кажется, когда стали во всех газетах писать про искусственный интеллект и так далее. И даже не тогда, когда изобрели компьютер, а немножко раньше. На самом деле, я уже сказал, что эта революция математическая, и она началась еще в середине 19 века, и продолжала до 30-х годов 20 века, когда математики поняли, что на самом деле то, что казалось вершинами человеческого разума, умение логично, строго рассуждать, доказывать, строить сложные математические теории, производить вычисления, на самом деле может быть поручено механическому устройству. Ну, механическое надо понимать в широком смысле, как мы говорим, железки. Например, компьютеру, где что-то будет происходить электронное или даже квантовое, но по существу такое бездушное, не человеческое, а именно механическое. И вот математики это поняли, они построили такие абстрактные на эту тему истории, как, наверное, вы знаете. И потом довольно быстро оказалось, что физика и инженерные дела к этому моменту уже оказались способными все эти устройства воплотить в жизнь. И около 50-х годов прошлого века появились эти самые компьютеры, электронные вычислительные машины. И это, собственно, и было искусственным интеллектом, то есть передача некоторых интеллектуальных функций человека машине. Причем важно понимать, что машина может делать это совершенно по-другому, чем человек. Искусственный интеллект – это не значит воспроизведение сетей нейронов, нервных клеток, там всяких ганглей и так далее, которые есть у человека внутри его мозга, внутри его физического тела. Это может происходить совсем иными алгоритмами, но результат оказывается тем же, а иногда и лучшим. Но все мы знаем, что вот машины научились играть в шахматы лучше людей, они вполне сносно уже переводят, они уже научились играть даже в игру ГО, которая считается более сложной, чем шахматы, и это они делают уже даже вполне самостоятельно. Есть такое понятие машинное обучение или глубокое машинное обучение, когда машина учит сама себя. Но это не тема сегодняшней лекции, а просто представление о том, что что-то происходит сейчас такое необычное, и эта революция, она похожа на две других, но уникальна с тем, что она происходит в течение жизни одного поколения, а именно просто нашего. Здесь специально для математиков и информатиков я привел некоторую цитату. Вот посмотрите, справа есть картинка, ну такая довольно разумная картинка, на ней написаны разные явления, но здесь революции, они другие, они не только информационные, вот на этой картинке. Очень занятно, откуда это взято, это из сайта садовода взято некоторого, и вот вы можете посмотреть цитату, которая с этого сайта там написана, я думаю, что все может быть видно, я на тех, кто здесь прочитаю. Хорошо видно, что продолжительность периодов плавного развития, ну то есть от верхнего палеолита до неолита, или чего-нибудь такого возникновения городов, устойчиво сокращается и образует геометрическую прогрессию, которая графически представляет собой гипербола. Ну, я думаю, что здесь многие улыбнутся при этом тексте. На самом деле, как это ни удивительно, но в нем есть некоторый смысл. Формально написана глупость, но вот некоторые содержания в этом утверждении есть, в частности отражающие ту самую сингулярность, такой сверхэкспоненциальный рост, который сейчас происходит в жизни человечества. Ну вот, еще раз повторю, что это вот на самом деле математика, и которая совсем не имеет отношения к нашей школьной математике. И можно об этом, услышав очередной раз, забыть, можно это игнорировать, а можно понять, что же нам делать в школе. Ну вот, обращу внимание еще на одну вещь, о которой тоже я часто говорю, что Лев Семенович Выгодский, прортрет которого можно увидеть на фасаде нашего университета, где мы находимся, это человек, который в самом начале 30-х годов объяснил, что информационные революции, они приводят к психическим революциям, психологическим. А состоящим в том, что человек начинает не только пользоваться чем-то, но он начинает и думать иначе. Что возникновение письменности привело к тому, что человек начал иначе работать с понятиями. Что возможность писать тексты на экране компьютера приводит к тому, что он иначе продумывает и изобретает свой текст. Ну вот, эти изменения в психике, связанные с теми или иными информационными революциями, ну а именно вот с тремя из них, которые происходят, связаны с определенными опасениями. Каждый раз человечество начинает говорить, что информационная революция, она приводит к уничтожению мудрости, общения, учения и так далее. И сейчас мы часто слышим это по отношению к идущей сегодня информационной революции, но на самом деле это утверждение можно было слышать и раньше. Вот тот факт, что я часто тоже об этом рассказываю, но кажется можно еще раз это повторить, что уничтожение мудрости, общения, человеческого и учения, когда-то люди связывали с появлением письменности. Есть такой знаменитый в мире философ Платон, который написал диалоги, ну свое главное и кажется единственное произведение, но там этих диалогов более 20 кажется. И в одном из них он рассказывает истории о том, как изобретатель письменности пришел к начальству, к местному императору и богу египетскому, доложил, что вот он тут письменности забрал очень доволен, а император его поправил и сказал, что это какую-то глупость придумал, от этого будет только вред. Потому что люди перестанут на самом деле что-то знать, на самом деле что-то помнить, на самом деле передавать свои знания другому, все это будет фикция, пустышка, и вообще говоря, конечно, письменность надо было бы запретить. Вот это не получилось, мы как-то привыкли, очень многое потеряв, тем не менее жить с письменностью, ну и сейчас вот это происходит уже с искусственным интеллектом. Ну вот, что из всего этого вытекает? Из всего этого вытекает, что действительно говорить о том, что мы учим современного человека, человека 21 века, который не снабжен вот этой самой средой, ну, например, у которого мы отобрали ручку и бумагу, компьютеры, там сотовый телефон, выключили интернет и электричество. Это возможный жанр, но он все-таки очень странный. И для каких-то сообществ, может быть, старообрядцев, или каких-нибудь квакеров в Соединенных Штатах можно говорить об этом, но если мы говорим о массовой системе образования, то это все-таки непозволительная роскошь – тратить государственные средства на то, чтобы учить человека, которого мы лишаем окружающей его современной информационной цивилизации. Тем не менее, это происходит. Вот эти самые рубли, доллары, рупии и иены, они сжигаются в топках современной школы, потому что мы так привыкли, потому что информационная цивилизация происходит очень быстро, искусственный интеллект происходит за месяцы, а не за столетия. И поэтому нам кажется естественным и привычным учить ребенка, не снабженного всем тем, чем снабжены взрослые люди. Понятно, что если исключить систему образования, то более 95% всего, что пишут, пишется на компьютере, всего, что считают, считается на компьютере и так далее. Но если добавить школу, значит, тогда пропорция изменится. Будет, скажем, 85% писаться и считается на компьютере, ну а из остатка там 10% школа и вуз, где делается без информатики. Ну вот из всего, что я сказал, вытекает, что важность математики в жизни человечества растет. Потому что все то, о чем я упоминал только что, весь этот искусственный интеллект, все эти электронные устройства, они базируются, конечно, на тех или иных математических результатах, а главное, методах. Человек, который проектирует интегральную схему или пишет компьютерную программу, он по существу занят математической деятельностью. Он работает с математическими абстрактными объектами, не с конкретными электронными схемами, электрончиками, битами, байтами, зашитами куда-то, а с символами, с представлением о том, что такое действительное число, а если надо, то рациональное число с такой-то и такой-то точностью, или там еще какое-нибудь представление числа. Но всегда это математические объекты. Он не обращает внимания на то, какого размера будет эта интегральная схема, из каких конкретно атомов она собрана. Но при этом мы знаем, что интерес детей к изучению математики в школе падает. Математика все важнее и важнее. Математическая деятельность занимает все больше и больше людей. В какой-то момент этот процесс, видимо, стабилизируется, но пока он не пришел к этому. Когда мы принимаем в Российской Федерации программу цифровая экономика, то главная проблема, которая при этом обсуждается, где мы возьмем людей, которые будут эту цифровую экономику делать? Какие можно предпринять экстраординарные усилия, чтобы больше детей интересовалась математикой, информатикой, умело бы, училась бы считать и строить модели физики и так далее? Выясняется, что это большая проблема для страны. И вопрос об интересах детей, конечно, связан с тем, что именно не с математикой будет происходить в жизни, а что будет со школьной математикой происходить в жизни. Ну, в частности, в продолжении образования. Ну, и поэтому мы часто говорим, что мы учим математике так и для того, чтобы потом учиться в ВУЗе, получать высшее образование. Ну, а буквально, чтобы туда попасть, нужно еще сдать ЕГЭ. Ну, хотя мы понимаем, что для того, чтобы попасть сегодня в технический ВУЗ или даже на многие специальности, связанные с компьютерами, таких уж больших баллов ЕГЭ не нужно. Но, тем не менее, цель понятная, чтобы все-таки пройти вот этот самый рубеж вступительного экзамена, и про это мы еще немножко поговорим. Ну вот, что же происходит с математикой в продолжении образования? Одна из точек зрения, с которой в основном я согласен, принадлежит моему коллеге, другу, академику Кулешову, который руководит сегодня одним из таких продвинутых ВУЗов России, Технологическим университетом Сколково, Сколтехом. Ну вот он говорит, что математическая подготовка для инженерной деятельности является крайне убогой. Он не имеет в виду школьную математическую подготовку, хотя мы очень часто слышим от ректоров ВУЗов, как ужасно школа готовит по математике студентов. Ну, я тогда немножко отвлекусь, и поскольку все-таки все собрались в математике, скажу, что обычно я выступаю, когда ректоры это говорят, я стараюсь сказать вот этим ректорам, и в течение десятилетия это делал сам, будучи ректором, что каких вы получаете студентов, ну, зависит, и насколько они годятся для вашей ВУЗовской математики, зависит, по-видимому, от следующего. Во-первых, от того, какая математика вам нужна в ВУЗе. И вот про это говорит здесь академик Кулешов. Во-вторых, от того, что вы хотите взять как можно больше студентов, а школьники не хотят идти к вам в ВУЗ, поэтому приходится взять всех. Ну, и десятилетия назад у вас был конкурс, там, четыре человека на место, реальный совершенно. А сегодня едва ли там один и одна десятая, в лучшем случае. А может быть, даже и 0,9, вам что-то приходится придумывать. И поэтому к вам приходят дети, которые, ну, к математике так относятся достаточно прохладно. Что стимулов в обществе для изучения математики нет, потому что инженерное дело не является таким уж престижным. Ну, и дальше, единственное, что остается с теми детьми, которые есть, работать и учить их математике. То есть тот факт, что вы их учите элементарной математике, на первом курсе является не ужасом, а просто положением дел. И вполне можно было бы этим заниматься, если вам эта элементарная математика дальше пригодится. Ну, вот, а какая математика нужна в УЗИ, это отдельный вопрос. Но вот Кулешов здесь пишет, что, скажем, сопромат, такая традиционная, классическая, почтенная, сильно математизированная дисциплина в УЗИ, на самом деле вообще не нужна. Что нарисовав балку просто приблизительной на экране компьютера и попросив компьютер посчитать, какую она выдержит нагрузку, если ее сделать там из бетона 500, тебе компьютер быстро ответит, что вот в такой-то конфигурации, если чуть-чуть уточнить твой рисунок, он выдержит там 12 тонн. Все. И будет весить эта балка столько-то и столько-то. Сопромат, как говорит Кулешов, исчез, как и многие другие дисциплины. Потому что в УЗИ уж совсем естественно использовать ту математику в такой форме и с такими информационными технологиями, в которых это все будет использоваться дальше после УЗИ. Вот все на самом деле говорится об этом. Но если в УЗИ мы будем использовать эту другую математику, эти другие инструменты, эти технологии, тогда возникает вопрос опять-таки тот же самый. А чему мы хотим учить в школе, кого результаты нас интересуют? Ну вот, есть ощущение, что ситуация здесь начнет меняться. Что идея, давайте вернемся к старому, замечательному советскому прошлому и будем учить так и тому, чему учили 50, 70 или 100 лет назад, ну хотя в начале 20 века идеи были часто более прогрессивными, чем в конце 30-х годов или в 50-е. Уже больше не проходит, что изменения начнутся. Значит, ну вот, если посмотреть в жизни, а не в УЗИ, то выясняется, что в жизни, в общем-то, математические навыки бывают полезными. Ну вот, например, здесь как раз этого нет, я вдруг увидел, ну, буквально не написано. Ну, скажем, вероятностные рассуждения. Часто они бывают такими беспрочными, смешными, там, с вероятностью 80%, я завтра там куда-то приду, не приду и так далее. Но, тем не менее, вот склонность оценивать вероятности иногда бывает вполне полезной. Ну, в частности, например, вот при тестах на те или иные заболевания, очень важно понимать все-таки, какая вероятность того, что тебя объявят больным или там зараженным, имеющий какой-то вирус, на самом деле его нет или это не опасно. И какая вероятность того, что если ты на самом деле болен, этого не заметят. Вот такие положительные и отрицательные ошибки, это важный элемент представления человека о собственном здоровье. Ну, и есть ряд других вещей, которые обычно здесь приводят, я не буду про них упоминать, но вот то, о чем здесь говорится, это, что, с одной стороны, нужно уметь точно рассуждать, но не повторять наизусть выученные доказательства геометрической теоремы, а рассуждать, скажем, в каком-то юридическом контексте, перебрать всевозможные случаи при принятии решений и так далее. Вот оказываются более важными. Ну вот, если теперь посмотреть на ситуацию, то тогда вот цели математического образования состоят в том, чтобы действительно применять математические модели в тех или иных реальных ситуациях. Но тогда нужно постараться каким-то образом продумать и вот это применение в реальных ситуациях, обсловнять, что такое слово «реальный», нужно этим и заниматься. Ну вот какое-то количество лет назад по моей инициативе в гео-густарственной аудитории за девятый класс появился даже раздел такой «реальная математика». Ну, потом по тем или иным организационным причинам его сейчас перемешали со всеми остальными. С задачками это не так важно, а важнее другое, что когда мы этот раздел вводили, то у нас была такая идея, что выпускник девятого класса должен уметь делать задачки и по алгебре и арифметике, и по геометрии, и по реальной математике. Иначе он не получит свой аттестат. Ну вот потом, по причинам, которые очевидны, я не буду их называть, эта ситуация изменилась, и вернулся, государственная докатизация с девятого класса, вернулась к ситуации, когда нужно набрать баллы, и неважно, можно их целиком набрать на алгебраических задачках, вот, а не уметь делать ничего, не уметь рассуждать геометрии, ну, в коем случае, чего, просто посчитать, что тоже очень неплохо, потому что все-таки ты видишь что-то перед собой. Ну, а реальный математик тоже делать необязательно. Ну вот, второе, это понимать, как работает. Вот, на самом деле, знание физики бывает полезно, ну, не каждый день, не постоянно, но все-таки физическая картина мира бывает полезна для самых разных вещей, для нормальной эксплуатации собственного автомобиля, для приготовления пищи, там, ну, и так далее, и так далее. И понимание, в каком-то смысле, в какой-то степени, как вся эта машинерия работает, весь этот, скажем, тот же искусственный интеллект, достаточно важно, и математика является важной частью этого понимания. Ну, и, значит, нужно этим заниматься тоже. Ну, и вот это самое логическое мышление. Когда начинаешь обсуждать с учителем начальной школы или старших классов, то зачем же мы все-таки учим ребенка таблицу умножения наизусть, или там умножение чисел в столбик, странным довольно способом, нетрадиционным, который был когда-то индусами изобретен, а некоторым современным сокращенным способом, когда нужно много чего в голове держать, ну, то ответы надо бывает такой. Ну, хорошо, все это ясно, ясно, что в жизни это не пригодится, но это развивает логическое мышление. Ну, при том, не то, что говорят, что вот развивает способность, выучив в жизни там 12 алгоритмов, их потом аккуратно и безошибочно применять. Ну, понятно, тоже вообще говоря, такое понятное умение, вот тебе объяснили, как устроен перенос в следующий разряд, ну, и ты должен этот перенос делать. Ну, на самом деле, не понимая, почему это так, понять, почему, можно изобретя самому способ переноса, а просто вот это делать. Ну, это такое качество, вот, точно выполнять инструкции. Оно все менее и менее важно, но все-таки существует. Иногда важно точно выполнить инструкцию. Говорят про что-то такое, вот, про логическое мышление. Ну, и хотелось бы тогда понять, что такое мышление, и когда оно бывает логическим или не очень. И каким образом мы учим именно на примерах со сложением многозначных чисел этому качеству, которое мы называем логическое мышление. Все оказывается далеко не таким простым. Можно подумать, что я считаю, что учить ребенка вычислять вредно. Нет, я не считаю, что учить вычислять вредно, вычитать алгебраические выражения или складывать дроби и так далее. Но всегда нужно понять, за счет чего. Объем школьной программы, как говорится, автобус не резиновый. И поэтому нужно все-таки внятно себя спросить, сколько мы ресурсов затрачиваем на то или другое, и каких результатов мы достигаем при этом. Опять здесь слово результаты. И результаты эти, вот это, если мы говорим, что мы развиваем логическое мышление, то надо понять, что это такое, как мы развиваем и как мы измеряем результат, что мы действительно достигли этого развития логического мышления. просто ссылаться на Ломоносова, что арифметику потому изучать надо, что она ум в порядок приводит, недостаточно, ну, кажется, в частности, потому что Ломоносов вроде бы этого не говорил. Мне не удалось найти никакого доказательства того, что Ломоносов это где-то произнес. И еще один важный вопрос. Что нам делать с детьми, которых нам не удалось научить вычислять? Ни надежно складывать дроби, ни многозначные числа, ни обращаться с минусом в алгебраических выражениях. Ну, стандартный подход к этому вопросу состоит в том, и много раз я это обсуждал с учителями, что когда очередной раз поставили в восьмом классе ребенку двойку за контрольную или домашнюю работу по математике, и на родительском собрании после классного руководителя выступает математичка, и мама подходит к ней и говорит, ну, что мы будем делать с Петькой, вот тут на стене висит картина, опять двойка, то математичка говорит, ну, ладно, как-то он этот Гео сдаст, ну, как, ну, как-нибудь. И тут мы сталкиваемся с тем, что мы не просто не достигли результата, он таки не умеет вычислять, и не только затратили ресурсы, в том числе мамины нервы и так далее, но и привели к некоторому отрицательному научению. Мы научили в этот момент при участии мамы, математички, классного руководителя, директора школы, министра образования страны и президента, тому, что, вообще говоря, жизнь состоит на какую-то долю из вранья. То, что он на самом деле не умеет делать, а тройку мы ему в том или ином смысле поставим за государственную итоговую аттестацию, потом за единый государственный экзамен на пересдаче, то это нормально. Поэтому все это действительно имеет результат, результат этот, в общем-то, скорее всего, нежелательный. Конечно, вертеться в жизни, приспосабливаться к ситуациям, где-то привирать, приворовывать и так далее. В общем-то, качества, которые в дозированных масштабах, они свойственны современному человеку, но для того, чтобы их использовать, нужно обладать довольно высоким уровнем рефлексии, понимания, ответственности перед собой, перед семьей, перед страной и так далее. Ну иначе или посадят, или просто будешь очень плохим человеком. Ну и вот здесь, поэтому тоже стоит серьезно задуматься о том, в чем состоят результаты образования. Есть ли здесь выход? Ну есть, потому что на самом деле ребенку можно дать в руки калькулятор, если иначе нам не удается его научить. Ну, после этого, если, скажем, мы считаем, что он не имеет права поступить в ВУЗы, базовый экзамен, хорош он или плохо реализован, но дать калькулятор на пересдаче, об этом стоит подумать. Потому что в жизни-то он будет с калькулятором жить. Ну вот, это самая логика и рассуждение. Значит, на самом деле, вот логика рассуждения оказывается довольно тесно связанной с некоторой наглядностью, с тем, что мы эти рассуждения к чему-то применяем, а что они не остаются в воздухе. Ну вот, я, пожалуй, что, не то, что у меня уж особенно много времени, и я не буду подробно на этом останавливаться, хочу сказать, что в какой-то момент, вот я сам и некоторые мои коллеги попытались придумать, создать курс математики для начальной школы, который, с одной стороны, осмыслен с точки зрения современного мира, цивилизации, понимания, как это работает, вот этот самый компьютер, искусственный интеллект и так далее, с другой стороны, является более адекватным основанием для всей математики, чем пистичной дроби, а с третьей стороны, является наглядным миром из цепочек там и мешков, где ошибки видны, правильные рассуждения видны, где логика развивается в этом наглядном контексте и так далее. Но это отдельная история, многие, конечно, понимают, как этот курс математики устроен, интересовался начальной школой, и это отдельный вопрос. Но вот некоторая такая современная математика и логика рассуждений, логика деятельности, она осмыслена и в контексте числовой математики, традиционной, более-менее важность которой падает, но тем не менее. Но здесь такая задача, которую я часто привожу, мы ее придумали с Мишей случаем, когда он собирался стать учителем года. А вот есть десяток чисел, каждый их 10, да, 23, 11, 44, 29, 18, 32, 19, 35, 67, можно ли из них собрать сотню? Давайте все, у кого есть интерес к математике, попробуют сейчас это быстро сделать. Как найти здесь сколько-то из этих чисел, чтобы в сумме получилось 100? И это, вроде, задачка на сложение чисел, да, и можно ее давать в начальной школе, фактически так и происходит. Но когда ты начинаешь ее решать, какие-то другие появляются у тебя мысли, не про числа, а про деятельность, про логику, про последовательность, с которой ты выполняешь какие-то операции, про то, как ты что-то перебираешь. Вот пока я говорил, может быть, кто-то посчитал. Есть ли тут кто-нибудь, кто знает, как собрать сотню? И какую можно изобрести стратегию для того, чтобы эту сотню собрать? Как нужно поступать? Ну, например, какой-то взрослый ребенок, можно сказать, ну, давайте посмотрим, вот если в эту сотню мы уже положим 67, тогда что мы еще можем положить? Ага, ну, довольно быстро выясняется, что вот оставшиеся 33, в общем, не наберешь. Ну, задача упростилась. Вот мы это 67 выбрасываем. На самом деле, это рассуждение о выбрасывании 67, оно вполне жизненное, не числовое, даже не математическое. Когда мы обсуждаем какую-то ситуацию в жизни, то... А? Почитать. Нет, нет, вычитать нельзя. Можно, ну, и дважды повторять нельзя. На самом деле, задачку можно формулировать вот физически, просто дать такие столбики или такие кусочки линейки пластиковой, так мы когда-то с Мишей и делали, да? И спросить, вот из этих отрезочков можешь ты собрать вот ровно линейку метровую или нет? Вот. И дальше начинаешь перебирать эти отрезки, какую-то продумаешь систему деятельности и пытаешься это самое получить. Ну вот. И есть другие ситуации, где вот эта самая логика формируется, которая легко выносится, переносится из контекста математического мира внутри математического во внешний мир. Ну вот, скажем, вообще сама по себе идея стратегии. Как бы я ни пошел, мой противник сумеет пойти так, что, черт возьми, я проиграл, как бы я ни пошел. Да? Вот. Игра проиграна. Вот сама по себе идея того, что в некоторой стратегии, некоторая игра, начинающие выигрывать, или начинающие проигрывать, она сама по себе важна. Ну, начиная с идеи такой, которая бывает вполне у детей и у взрослых, тот, кто начинает, он всегда выигрывает. Потому что он же сам выбирает ход, который он может сделать. Ну и дальше он так выберет, чтобы дальше выиграть. Ну, дальше вот детям дается игра, и видно, что вот этот начинающий, ну вот, и раз проиграл, а потом выиграл, да? А нет, потому что на самом деле его противник неправильно пошел. Обсуждение всего этого – это на самом деле такая математика вполне ценная и вполне математика 20-го и 21-го века, но в школе она находится на задворках. Есть еще такая сама по себе идея, что геометрия – это правильное место для развития логического мысления. В некотором смысле да, и важные логические ходы там вырабатываются, и здесь важно, что все время ты опираешься на что-то наглядное. На самом деле геометрические факты, полезные в жизни, там, терема Пифагора, да, полезна, там, длина окружности, их немного, ну, и они такие не очень выигрышные с точки зрения логики доказательства. То же, чем мы занимаемся, ну, действительно, в жизни более-менее никогда не применимо и неприложимо, и вообще построение всего здания в кидовой геометрии особой ценности не представляет, если мы просто выучиваем наизусть какое-то количество доказательств. А вот если ребенок сам строит какое-то количество, в 10 раз меньшее доказательств, то это действительно вклад уже в его общее интеллектуальное развитие, а не только в информирование по геометрическим фактам. Вот есть такая тема моделирования, я о ней упоминал, как наши цели и результаты. Ну, и вот в чем этот процесс моделирования состоит? И он на самом деле очень, такой новой и внешне для современной российской и где-то даже мировой математики. Мы наблюдаем какие-то явления, мы пытаемся угадать, такое слово математически несколько странное, и сформулировать закон вот этого мира. Дальше мы проверяем. Ну, например, в физической реальности мы видим, что вот шарик за такое-то время доказывается туда, пытаемся посмотреть, на что это похоже. Оказывается, мы уже знаем квадратичную функцию. Получается, что вроде бы похоже, что это квадратично зависит от времени. Ну, начинаем катать разные шарики, в разных ситуациях возникает какая-то физическая теория с математической основой. Мы построили математическую модель равноускоренного движения. Ну, дальше мы придумываем закон всемирного тяготения и что-нибудь еще. В школе более распространены другие задачки. Вообще говоря, история про то, как математика обходится с физикой, это сама по себе очень важная история. И то, что мы все говорим про то, что хорошо бы их синхронизировать, но реально никакого синхронизации не происходит. А на самом деле в физике можно было бы пройти этот самый квадратный трехчлен и синус, и тригонометрию, и производные. Ну, а математикам уже приспосабливаются к этому физическому моделированию. Но это действительно еще одна совсем другая история. А про психологическую картинку вот такая. Ну, вот задачка такая популярная, скорее даже не в русской математике, не в российской, а в зарубежной. Вот нарисованы из спичек сложные фигурки. И есть две задачи. Одна задача. Какая фигурка будет следующая? Такое наглядное мышление, представление. Ну, не буду предлагать вам сообразить. А сколько мне спичек будет? Ну, посчитать. И придумать формулу. Ну, здесь начинается уже алгебра, потому что вот будет написано, что это там. Ну, понятно. Три. Первая картинка. И каждый раз добавляем поскольку. Поскольку. Ну, там. По столько-то, да? По две. Значит, два умножить на номер, куда мы пришли. Я называю задачку психологической по понятной причине, потому что и человек, который рисовал эту последовательность, и разумный ребенок могут придумать другую идею о том, что будет следующим. Ну, например, кто-то может считать, что «А теперь все пойдет как на третьей картинке». Так и будет повторяться. Все, хватит. Спичек больше нечего тратить. Мама тут нас заругает. И дальше идет картинка из семи спичек. А кто-то другой может сказать «Нет, а теперь все пойдет на убыль». Мы начали с трех спичек, теперь стало пять-семь, но теперь снова пять, снова три, но вначале вообще ничего не было. И все куда-то денется. Ну, а какой-то значит, ребенок может сказать «Ну, наверное, все будет повторяться». Вообще, вот мне даже говорили, что в жизни все повторяется. Каждый раз мы идем в школу с утра, вечером идем домой, потом засыпаем. Ну, и так же и здесь будет. Снова будет потом три и так далее, и так далее. Ну, вот именно поэтому эта задачка психологическая, а математическая она в некотором намного более тонком смысле, я сейчас не буду про это говорить, что любое объяснение, которое ребенок напишет, надо считать правильным. Это еще один выход за пределы математического контекста в окружающий мир. Так устроена психология людей, что вообще говоря, конечно, они там развелись, но вообще-то говоря, и она права, и он прав, и детей жалко и так далее. Вот. Ну, и еще одна область такой вот построения моделей и эксперимента, она существует и внутри самой математики. То есть, мы моделируем физический мир, я об этом сказал, моделируем психологический мир и моделируем математический мир внутри математики. Ну, а здесь такая задачка, ее в кванте собирают сейчас напечатать канунников. Вот, возьмем число к факториал и дальше возьмем любой отрезок натурального ряда длины к. не он придумал, просто он статью написал на эту тему. Вот. Любой отрезок длины к. Перемножим все там числа, почему будет делиться на к факториал. Вот я сейчас с некоторым своим, с одним из своих детей, которая как раз математика, которому пока еще, слава Богу, интересно, вот пытаюсь решать эту задачку, просто я говорю, что мы знаем с тобой? Всегда надо начать с эксперимента, надо просто попробовать поэкспериментировать. Давай возьмем какой-нибудь конкретный к, ну, например, три, давай возьмем, перемножим три последовательных числа, почему они будут делиться на 3 факториал? Ну, вот, эксперимент, из которого что-то будет вытекать. Здесь перечислены другие области математики, динамическая геометрия, то есть возможность поэкспериментировать на экране, подвигать геометрические фигуры, ну, там, геометр, это самая живая геометрия или геогебра и так далее, но, наверное, сегодня все-таки большая часть присутствующих понимает, о чем я говорю. Это вероятность, вот, где, в общем, все исходно экспериментально. Программирование у тебя правильно математика, попытка написать правильную программу. Ну, вот, это про модели. Есть ли возможность нам учить нашего школьника, нашего ученика моделям реального мира? На самом деле, есть, не так уж далеко, просто надо на это обращать внимание. С реальным миром, такую тоже расскажу историю, оказывается, что не все мои истории все слышали, я как-то могу на это рассчитывать. Про Алекс и Кота кто-нибудь слышал? Нет? Нет, да? Значит, есть такое исследование международное, ТИМС, ну, это, наверное, какая-то часть аудитории слышала, что, в частности, Российская Федерация занимает там почетное, такое-нибудь там пятое, шестое место и так далее, в отличие от ПИЗы, где все хуже. Ну, и в ТИМСе речь идет о том, что есть некий реальный мир. И вот, в частности, из книжки по ТИМСу, как и русская ЕГЭ, считает, что сами задания секретные, ну, что является, по-моему, коррупциогенным фактором. Ну, вот, значит, Алекс становится на цифровые весы и видит, что он весит 58 килограммов. Алекс берет на руки кота и становится на цифровые весы и получает 62 килограмма. Сколько весит кот, как вы думаете? 4 килограмма. А может он весить не 4? Может ли быть такой хитрый кот, например, Чешевский или какой-нибудь, который будет весить не 4 килограмма? Сколько? 3 килограмма и 1000 граммов. Понятно, да. Но, по-моему, это как раз и будет примерно 4 килограмма. А может ли кот весить не 4 килограмма? А? А? Любой, любой кот, может ли меньше 4 килограмма. Может, меньше 4 килограмма. Может, сколько? Ну, может, 3 килограмма. А округленно 3? Да. Почему? Скажите, пожалуйста. А там китайцы и китайцы и китайцы и китайцы может весить больше, чем ваше 58. Смотря на то, что там движется. Акругленно и весы и китайцы. Значит, это не является задачей шутки. А котов мы во время взвешивания не кормим. На Луну мы их не посылаем. Они не прыгают. Это задача на самом деле математическая, но имеющая все-таки отношение к моделированию реального мира. Представим себе, что имеется вполне спокойный неподвижный кот или кошка. Что имеется нормальный ребенок Алекс, который не пытается не прыгать на весах и так далее. Вот он встал на весы. Весы показывают 58 килограммов. Он слез, взял кота, встал на весы. Весы показывают 62 килограммов. Значит, давайте посмотрим, что мы ожидаем, что показывают весы. Ну, да. Ясно, что совершенно правильно, что граммов они не показывают. Они могут не показывать граммов в двух смыслах. Один смысл такой, что они округляют. То есть, если там реально он весит 58 400, то 58. Если он весит 57 900, то тоже 58. Но другой вариант, что мы просто отрубаем десятичные знаки и он весит точно не меньше 58, а 58 с хвостиком. Ну, например, 58 900 и так далее. Никакой другой гипотезы обустройстве, то есть, третьей гипотезы обустройстве весов можно придумать, что там в весах стоит датчик случайных чисел, который бог знает что показывает. Но этого тоже мы не будем делать. Будем считать, что весы устроены разумным образом. Вот я могу две гипотезы обустройстве весов предъявить. Одна, что она просто округляет, ну, там, когда будет ровно-ровно пять, но такого не бывает, как не бывает ровно 58, так же не бывает ровно 58 с половиной. Ну, можно договориться, округляет вверх, вниз, неважно. Так, сколько весит код? Я имею в виду от скольких до скольких, без всякой погрешности, просто от скольких до скольких он может весить. В реальной жизни, вот в реальной математической жизни. Может, например, кот весит приблизительно три килограмма. Практически таких котов не бывает. Но он котенок, нет, он небольшой, кот такой. Чтобы кот весил три килограмма. Нет. Может ли кот округленный весить три килограмма? Сколько? Десять может? Почему? Потому что нет, нет, я еще раз говорю, я все-таки считаю, что это задача математическая. Я спрашиваю, вот в этих математических условиях, но считаю, что наши весы округляют, потому что иначе понимать задачу невозможно. может ли он весить десять килограммов? Нет. А может ли он весить пять килограммов? Может ли он весить приблизительно пять килограммов? А приблизительно три? А приблизительно два? Нет. Ура! Значит, я приехал к людям, которые задачу придумали, в город Бостон. Пришел в Бостон колледж и говорил, вот если считать, что вес кота равномерно распределен, там в каких-то интервалах, что вес ребенка равномерно распределен, что бесы устроены таким разумным образом, что они округляют, то с вероятностью 3 четверти кот действительно весит 4 килограмма. Это здорово. С вероятностью 1 восьмого он весит 3 килограмма. И с вероятностью 1 восьмого он весит 5 килограммов. Какое имеет отношение ваша задача к реальной жизни? На это очень милая дама, индуска, прошу прощения, сказала, но это же школьная задача. Я очень хорошо запомнил эту историю. Я, пожалуй, пойду дальше. Мы немножко размялись. Да, можно? Четыре. Правильным ответом у них является четыре. Какая задача неизвестна? Что? Какая задача неизвестна? Ну, это более точно, это все-таки, была ли она реально на экзамене или нет, я не знаю. Но это задача из просто их собственной книги о том, как устроен ТИМС. И там дан ответ, и все хорошо, и так далее. И дальше они еще обычно делают так. Там есть пример работы учащихся, правильно ли они решили, правильно ли объяснили, и так далее. И там есть такие листочки, где каждый ребенок своим американским почерком написал. Нет, ну, это странная теория, что ноль на ноль грамму, это... Так. И на самом деле, то, что вы говорите, ну, в некотором смысле, тогда, значит, ответ четыре, это тоже ноль ноль ноль. И наше рассуждение точно так же проходит, показывает, что это неправильно. Понятно, что я сказал, да? Если оно показывает пятьдесят и три нуля, а дальше неизвестно что. И код весит четыре, три нуля, и дальше неизвестно что. То вот сказать, что он будет весить просто четыре, три нуля и точка, будет точно так же ошибкой. В этом смысле это не выход. Да. Так вот, на самом деле... Знаете, мы, пожалуй, пойдем дальше. И тут тоже, наверное, уже народ устал. Вот, так вот, на самом деле, когда мы начинаем заниматься результатами образования, то выясняется, что вот та самая система оценивания, когда мы ставим человеку за работу три, четыре, пять, она, ну, все-таки очень убогая, а значит, где-то даже и вредная. Потому что совсем непонятно, что вот в этом самом современном мире, когда на самом деле вот те качества, которые мы привыкли, безошибочно решить, там, пятьдесят примеров, уже становятся очень сомнительными. Когда скорость вычислений, ну, прикинул так, мгновенно, а досчитать до последнего знака, ну, в общем, и не нужно, а если нужно, то взял калькулятор и так далее. Что на самом деле решение массовой задачки, достижение этой самой безошибочного вычисления, которая может какому-то ребенку быть очень не с руки, ну, просто очень противно, еще опять то же самое. Может, это не так уж нужно, а на самом деле умение придумать какой-то нестандартный ход, принципиально новые задачи, является более важным результатом, более важной целью, вопрос, как его, опять-таки, измерять. Еще одно качество. Если у тебя имеется что-то не то, и тебе кто-то сказал, вот попробуй исправить, улучшить, доработать, чтобы ты это умел сделать, в такой же задаче или в этой самой задаче и так далее. Умение услышать критику, умение услышать мнение другого человека. Ну, вот здесь такой еще пример, как способность концентрироваться на решении задачи. Ну, вот мы какое-то время обсуждали с Германом Оскарчим Грефом, которому очень нравится ментальная арифметика. Когда ребенок, которым называют подряд, там, 12 трехзначных чисел, их все складывает, можно даже вычитать в уме. Просто вот так им говорят, 13, 26, 98, 144. Вот он все это делает, 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 и потом дает правильный ответ, там, через минуту. Сразу же, как только закончилось последнее число. Ну, такое странное занятие. Ну, и в конце-то я просто понял, что Герман Оскарчим объясняет, что идея здесь в том, что ребенок может концентрироваться, от всего отключиться, просто видеть вот эти числа, представлять их себе. Где-то там в этой ментальной арифметике он перебрасывает какие-то костячки на счетах азиатских. И вот получает ответ. Но, наверное, это важная цель. А как раз, когда мы говорим, что математика полезна для развития логики, я спрашиваю, как, для какой логики как полезна. Здесь понятно, да, вот у него вырабатывается такое качество, вот эти самые костяшки представлять в уме, их перемещать, визуализировать и так далее. Но давайте тогда поймем, к чему это можно применить. Давайте рассмотрим другие ситуации, где он вот это свое умение концентрироваться, визуализировать, может использовать. Ну вот, здесь матрица, ну я никогда свои, так сказать, не запрещаю кому угодно копировать, фотографировать или выкладывать в интернет мои презентации, поэтому я не буду здесь подробно читать то, что здесь есть, и тем более здесь есть пара опечаток. Но хочу сказать, что вот здесь есть важные такие измерения, в которых можно регистрировать эксперту, учителю, видеть, вот ученик находится в какой стадии. Ну, например, самостоятельность. Вот готов ли он просто сам врубиться в задачу, которую до этого он решал, понимает и так далее, но вот еще одну задачу, вот он не берет, вот он не садится, не начинает ее делать. Ну, для там троечника такая обычная ситуация. То есть нужно сесть рядом с ним и вот начать идти. Это минимальный уровень самостоятельности, первая колонка. Ну, дальше. Дальше учитель уже не сидит рядом с ним, как мы говорим, а говорит, сделай это. Сделал. А, хорошо, сделай это. Хорошо. Следующий уровень самостоятельности. Ну и так далее. Ну и вот здесь именно интерес не в том, как здесь это сделано. Там самокритичность, да. Умение найти у себя ошибку. Важнейшее общее жизненное умение. Не математическое. А что же я сделал неправильно? Не они все гады меня затравили, меня привели, меня уволили, меня не заметили и так далее. А я же что-то не то сделал, я же не так здесь вроде сказал. Я вовремя не встал, не подошел, не ушел, не пришел, не зарегистрировался и так далее. И можно это воспитывать в математике. Ну и так далее. Значит, ну вот когда мы начинаем достигать того, чтобы каждый ребенок результаты очередного достиг, это принципиальная вещь в том, что я рассказываю, в том числе и про троечника, что это реальный троечник, что он реально достиг какого-то результата, то возникает всегда вопрос, что делать с более сильными и так далее. Как вот этой персонализации учения для каждого ребенка можно обеспечить. Ну вот здесь некоторые вещи я про них уже говорил. Ну вот опять-таки можно сейчас подробно это не обсуждать, а просто понять, что да, есть такая задача, что мы хотим, чтобы каждый ребенок результаты достиг, и чтобы сильным было интересно, вот давайте этим заниматься. На самом деле это реально, компьютерные системы в этом помогают. Ну вот я уже закончил свое выступление, и как всегда было бы хорошо, чтобы кто-нибудь мог задать какие-то вопросы. И напоследок вот поведу пример, который я сейчас начал обсуждать, который где-то уже написан, как быть вот с этими самыми троечниками, которые тем не менее должны создавить основу для нашего будущего программирования искусственного интеллекта. Вот о них тоже вначале говорил Артем Симонович. Может быть нам сделать такой пробный, добровольный вариант единого государственного экзамена, где можно сдавать экзамены, например, по математике, информатике и технологии, и все это делать с помощью компьютера. Когда разрешено любым способом использовать компьютер для своих вычислений, и экзамен будет таким сложным, составным и комбинированным, и дальше его засчитывать за базовый экзамен по математике, за профильный по информатике, какие-то вузы могут его принимать и на инженерные факультеты и так далее. Ясно, что чтобы что-то изменить, можно вполне начинать с единого государственного экзамена, ну и вот, например, есть такое предложение, какое экзамен можно устроить. Все, спасибо. Спасибо большое. А вопросы? Пожалуйста. Здорово. Обычно вопросы не раньше, чем через минуту появляются. Здесь у кого-то уже накопилось. Вы знаете, у меня несколько вопросов. Ну, начну с первого. Вот вы говорите... Можно? Вообще, у меня всегда просьба задавать вопросы по очереди. Поэтому вы один зададите, я отвечу. Хорошо. Вот первый вопрос, как мне кажется, он самый главный. Вот вы говорили про результаты. А для чего нужны эти результаты? Цели нашего общества, нашей цивилизации? Вот вы каким-то образом все-таки это рассматриваете? Потому что, если вот немножко так оглянуться назад, даже вот на ту ситуацию, которая сейчас в Европе, вот я тут была летом, извините, в Лондоне, и посмотрела, как там почернело, скажем, население. Вот по поводу нашей цивилизации. Ведь она была создана предыдущим поколением. И отношение к математике там было несколько другое. Вот я 50-е, 60-е, 70-е годы даже, если взять, чем вот то, что сейчас вы говорите. Спасибо. Значит, я не уверен, что я правильно понял вопрос. Но, тем не менее, попробую высказать какие-то соображения на эту тему. Значит, я в начале своего выступления, но, естественно, что про это трудно держать все в памяти одновременно, и можно про это забыть. Я говорил о том, что действительно современный мир изменился, и не только в том смысле, что он, скажем, оказывается там национально перемешанным, а не только в том смысле, что мы надеемся, что все-таки военно-промышленный комплекс не будет главной основой существования населения в Российской Федерации, как это было в 50-е, 60-е, 70-е годы. Ясно, что большая часть занятости, большая часть экономики находилась внутри военно-промышленного комплекса, ну, по крайней мере, если выкинуть сельское хозяйство, которое было неэффективным. То задачи оказываются теми же самыми, как жить умно, продуктивно, результативно, с удовольствием, и как во всем этом может помочь математика. Ну вот, я пытался объяснить, что, скажем, стратегическое мышление и вероятность на оценке в этом могут помочь, а умения решать экономические неравенства не могут. Вот такой ответ на ваш вопрос. А можно я добавлю красивую картинку? Вы были в Лондоне, мне повезло быть в Нью-Йорке и идти по Манхэттену. Я шел с нашим большим педагогом, который сейчас временно преподает в Штатах, и он мне вдруг стал обращать внимание, посмотри, вот такая небольшая дверь, и почти в каждом квартале. И на ней написано, ну, по-русски, да, RMS, 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 то есть буква R, M и S. Я говорю, что это такое? И там сидят дети какие-то и занимаются. Он говорит, это называется, целая сеть на Манхэттене открылась, Russian Math School. То есть миф о российской математической школе такой большой, что очень продвинутые бизнесмены ловкие открыли в каждом квартале маленькие такие комнатки, куда можно прийти, делать свои задания домашние, и все. И, в общем, все родители начинают посылать вот туда, Russian Math School, и это быстро развивается по всей... School или Circle? School. Russian Math School. RMS. Да? И это вот такой новый тренд, он начался примерно в сентябре этого года, завоевывает все, поэтому наша российская... Да, и там, как анекдот рассказывают, что многие преподатели наши, бывшие учителя математики и так далее, если попадается учитель-американец, они пытаются выучить хоть немножко акценту русскому, чтобы создать этот миф, поддержать. В любом случае это наша сила. Ну, вот это важная действительно тоже история, и спасибо большое о том, как устроен сегодня, как меняется мир. Надо понимать, что вот все-таки вот эта, так сказать, ну, слава российских математической школы, математических школ, математического образования и математических кружков во многом построена как раз не на, к сожалению, традиционной школьной советской математике, а на чем-то другом, вот на тех самых математических школах, которые занимались не пойми чем, там, олимпиадными задачками, развлекательной математикой и так далее. Просто делали это серьезно, профессионально, последовательно, систематически и так далее. И очень персонализировано. То есть вот та самая система листочков, я сегодня придумал, как нужно переводить из нашей этой самой деятельности, там есть и плейлист. На самом деле, перевод на русский язык, который, может быть, тебе непонятен, это листочки. Есть такое русское слово, внутри математического образования, которое называется листочки. Это, на самом деле, индивидуальные плейлисты, когда человек продвигается по основным задачам туда, куда он сможет дойти и обсуждает свои решения с учителем. Вот это, на самом деле, важная история. Вот, поэтому, да, вот действительно, правильная математика завтрашнего дня, все-таки это, скорее, математика, математической школы и математического кружка для очень слабых школьников. И в том числе, и для самых разных национальностей и так далее. Вот это и есть тоже один из ответов на вопросы, которые были заданы. Пожалуйста. Вы начали, Артем Ильич, с рейтинга. И вот тут же, я руку еще говорю, я буду, ну, высоко. Начали с рейтинга, о том, что рейтинг школьного, любого школы определяется двумя понятиями. Это ЕГЭ или ЕГЭ. Я работаю в колледже. Мы принимаем детишки на базе 9 лет. Вот уже на протяжении двух лет, это правда крик души. Нам говорят, нас не интересует, что вы делаете на руке. Нас не интересует, как вы работаете. Нас не интересует, как дети пишут и проговывают ситуацию. Нас интересует, что если вы не подготовите хотя бы одного ребенка, победителя, Российской Олимпиады, школьника, вы не квалифицировались в договоре. И мы будем ставить вопрос о вашем соответствии. Это не меня обижает, это обижают всех преподавателей общей образовательной дисциплины, потому что рейтинг написан, я говорю, абсолютно администрация говорит, качество образования сегодня определяют победители Олимпиады. Больше качество образования учебного заведения не определяет ничто. Понятно. Значит, вы СПО, да? СПО. Ну, понятно. В системе департамента образования города Москвы. Понятно. Спасибо. Я не буду на это подробно отвечать, я полностью солидарен с этим криком души, и частично я этому посвятил свое сегодняшнее выступление. Поэтому, ну да, да, это так, и это надо менять. Я верю, что да, и некоторые мои последние обсуждения с руководством страны, и системой образования страны показывают, что да, можно. Так, еще что. Еще какие вопросы? Спасибо большое. У нас, как раз, и время точно вышло. Секунду в секунду, да? Спасибо. Мы работаем, да. Спасибо за внимание, и, Алексей Леонидович, спасибо за замечательно важный разговор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.